Коллекционные карточные стратегии сегодня часто смешивают с стрелевыми играми и пошаговой тактикой. Авторы Spell Drifter тоже неплохо справились, написав вполне интересный сюжет и представив пошаговые сражения не схематично через карточные дуэли, а как в полноценных тактических RPG. Да, Spell Drifter сюжетная игра, в которой нет сетевых дуэлей. Здесь партия разношерстных героев исследует город Старфол, возникший на месте падения метеорита. После этой катастрофы мир навсегда изменился и появилась возможность использовать магию. Среди героев есть могучий воин, бывший когда-то известный разбойником. Потом с ним случилось несчастье, он чуть ли не воскрес, а ныне выбрал другой путь. Стал сам сражаться с бандитами и наконец столкнулся со старым знакомым и обидчиком, который когда-то оставил его умирать в тюремной камере. Старфоли-воин сразу встретился с молодой наемницей, которая хочет покинуть ряды одной из мант. Он и помог ей это сделать. Потом к ним присоединяется волшебница, брат, который превратился в огненного голема и сбежал, затерявшись на улицах города. Магичка хочет его найти и помочь, но в итоге вынуждена сражаться с ним. Есть еще фор, который выполнил заказ и пытался кое-как ограбить, в отличие от других, этот веселый путь только о наживе и новых заказах думает. В общем, у каждого персонажа тут свои мотивы и своя история. Постепенно к отряду присоединяются новые союзники, в том числе те, кто был наслышан о деяниях наших героев. Среди них, например, колдун, беглый инженер и похожий на демона Сурхет, называющий себя посланником смерти. Все они ищут в Старфоли некий лабиринт, подгоняемый словами периодически появляющегося странного существа, о том, что их ждет особое предназначение. В процессе приходится сражаться с коррумпированной городской стражей и гильдией инженеров, которые проводят странные эксперименты. Компания разбита на главы, в которых мы исследуем городские районы и перемещаемся по карте, находя артефакты золотишка, но чаще сражаясь. При этом драки, повторю, выглядят как в полноценных технических РПГ. Персонажи не просто достают карты действий с широких штанин, они перемещаются на энное число клеток. В драках с нашей стороны могут участвовать три героя, хотя их выбор гораздо шире, поэтому важно правильно подобрать партию, ориентируясь на класс и уникальные особенности каждого персонажа. Понятно, что каждому классу доступна своя колода карт. Боин делает ставку на удары в ближнем бою и умеет провоцировать врагов, отвлекая их на себя. Маг кидает фаерболы, жреца лечит и поддерживает и так далее. Но как минимум по два персонажа одного класса, и они различаются как наличие нескольких уникальных карт в колоде, так и персональной особенностью, которая есть у каждой бойца. Например, в Рохенгаре, единственный способный при подворе сферы здоровья и прочих предметов, выпадающих из врагов, восстанавливать очки движения и брать карту из топки добора. У каждого класса есть свой ресурс вроде той же ярости для воинов или концентрации для волшебников, которая накапливается при использовании карт. Особенности и способности отратится на усиление некоторых действий или на добавление им новых свойств. Например, маг может бросить во врага ртутную стрелу, наносящую 3 единицы урона. А если у него накуплено 10 очков концентрации, то это действие будет разыграно как мгновенное заклинание и тут же восстановит запас движения. Это интересная механика, грамотное использование, которое помогает выжить в непростых ситуациях. А сражения в спелл, дрифтер и правда непростые. Врагов всегда больше, каждый второй большой или малый босс, который призывает приспешников, начиная со второй главы, когда вы попадаете в район Смитстоун, поведение и частенько становится почти течерским. Боссы спаунят толпы миньонов, успевают сделать несколько действий, пока мы ждем своей очереди, а в поддержку у них работают сторожевые башни и ловушки. Приходится переигрывать некоторые миссии. По несколько раз. И задумываются при этом о смене состава партии. Но тут кроется важный загвоздок. Ваши текущие бойцы к этому времени будут хорошо прокачены, а в их колоде будет больше крутых карт. Но вам же придется начинать заново. А главное в прокачке это увеличение максимального количества артефактов, которые можно надевать на персонажа. Артефакты дают пассивные бонусы и бывают крайне полезны. Например, увеличивают здоровье, снижают стоимость использования карт, позволяют применять их мгновенно, без подготовки и так далее. Чем мощнее такой предмет, тем больше места он занимает в соответствующем слоте экипировки. К этому времени мы уже получим, купим многие артефакты и накопим достаточно денег на приобретение новых в лавке. Но чем меньше уровней набрал персонаж, тем меньше таких карт можно использовать. Единственный выход это возвращаться и переигрывать прежние миссии, уже с новыми бойцами. Хорош, хоть опыт дают даже за поражение, но существенно меньше. Хотя лучше взглядеть за современной шкалой, на которой показывается очередность ходов всех участников. Мордобой. Каждая карта имеет свою цену использования. И чем она выше, тем мощнее действия, но тем дольше отбрасывает персонажа в конец этой очереди. И тут приходится решать, что важнее именно сейчас. Применить мощную способность и потом долго ждать следующего хода? Или использовать более дешевые действия, чтобы накопить брони и сохранить персонажа? Кроме того, есть карты, которые при их усилении могут замедлять и отбрасывать врагов по временной шкале. В итоге, Spell Drifter это интересная карточная игра и непрестная тактика, которая еще и выглядит как полноценная пошаговая RPG, а не как стол.